Продолжение следует... Я думаю, что сейчас вот эти выборы, особенно выборы в 2021 году, на самом деле они символизируют, ну, какой-то рубикон или какую-то границу, потому что на политическом поле, а я в политике действительно очень много лет, я была депутатом и была избрана в конце 1993 года, первый состав Государственной Думы, и была депутатом шесть созывов, в том числе и в один из созывов определенное время была министром. И это был призыв и романтиков, и профессионалов, потому что самая профессиональная, самая честная, самая приличная Думы, это был первый созыв. И вот за это время фактически произошло вымывание как профессионалов, так и романтиков. И в политике остались просто единицы людей, которые, во-первых, верны своим убеждениям и действительно пришли в политику делать политику, а не делать из политики бизнес. И те, кто еще могут профессионально этим заниматься. Потому что у нас сейчас появилось очень много людей, и действительно честных, и искренних, вне системной оппозиции, которые прекрасно говорят, хорошо анализируют ситуацию, но вряд ли, попав во власть, попав в парламент региональный, либо федеральный, они реально смогут что-то сделать. Потому что это профессия. И на самом деле в первом созыве Государственной Думы, во втором был очень сильный рекрутинг из науки, из системы образования. То есть приходили люди действительно выдающиеся в своей области, крупнейшие специалисты, военные, в науке, в образовании, в экономике, в юриспруденции. То есть совершенно разные люди и разных специальностей. Поэтому мне кажется, что партия Роста и ниша партии Роста – это партия, во-первых, умных людей. Умных людей дела, которые реально могут сделать дело, могут сделать программу, могут написать закон и могут предложить то, что потом может быть реализовано. И это, конечно, партия профессионалов, то есть людей, которые, придя во власть, будут знать, что делать и смогут реально реализовать то, что они предлагают. Вот, мне кажется, это очень важно. Спасибо огромное.